Завтра грядет подорожание авиабилетов на зарубежные направления. Скачок стоимости 6-7%. Причина повышения курса валют. Если сегодня улететь, например, из Архангельска в Испанию, с обратным рейсом можно за 26 тысяч рублей, то завтра билет будет стоить уже 27,5 тысяч. В ситуации разбирались наши корреспонденты. Расчет стоимости международных авиабилетов обновляется по средам, но в новогодние праздники никаких корректировок не было. Поэтому сейчас повышение в 6-7% кажется весомым. Вылеты из России считаются, тариф устанавливается авиационный в евро. Курс евро, который сейчас действует, он был установлен 30 декабря, составляет 78 рублей. Из-за длинных выходных он не пересматривался, и курс, который будет действовать завтрашнего дня, составляет 83 рубля. Если на следующей неделе курс евро упадет, стоимость авиабилетов на международные рейсы снизится. Впрочем, цены на авиабилеты зависят не только от курса валюты. Здесь и НДС, который в правительстве обещают обнулить. Это, кстати, может удешевить все тарифы, не только авиационные. А нынешний скачок обещает спровоцировать подорожание туристических путевок. К этому туроператоры сегодня не готовы. В любом пакетном туре есть разные группы тарифов. Есть промо-акции, есть средний тариф, есть бизнес-класс. И в зависимости от этих цен выводится среднеизвешенная цена. И исходя из этой среднеизвешенной цены, уже туроператор может корректировать цены. За рубеж сейчас летают в два раза реже по сравнению с прошлым годом. Самые популярные направления – те, что подешевле. Выгодную путевку можно приобрести, сторговавшись с турагентом. Снизив, например, категорию отеля с четырех звезд на три звезды, особенно по юго-восточному направлению, подобрать что-то чуть-чуть, может быть, заранее, не на 16 января, а на 16 февраля как-то перенести. Ну и стандартная где-то цена, можно уложиться даже в 30 тысяч на человека по направлению Юго-Восточной Азии. Уже сегодня можно купить путевку на лето в Испанию, Грецию. Впрочем, покупать путевки заранее и бронировать авиабилеты на международные рейсы ни туроператоры, ни авиакассы не советуют. Курс евро может и приятно удивить. Валентин Приходько, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска.